Друзья, перед началом ролика я расскажу вам про облачный сервис для учета РЕМОнлайн, который уже стал лидером в сфере сервисных центров, а теперь ворвался на рынок автосервисов. Просто укажите при регистрации вид деятельности, автосервисы, СТО, и у вас уже будет подготовленная форма заказа с временем записи клиентов, справочниками марок авто, услуг и так далее. Также вы легко можете прямо из заказа добавлять свои виды работ и сразу же сохранять их. Помимо списка услуг вы можете настроить под себя практически все. Формы заказов, клиентов, шаблоны документов, оповещение для клиентов и сотрудников – это одно из главных преимуществ РЕМОнлайн. Также здесь есть дашборд руководителя, где отображаются основные бизнес-показатели и загрузка мастеров. У сервиса есть 14-дневный пробный период. Заходите, регистрируйтесь и оставляйте впечатления в комментариях. Ссылку я оставлю в описании. А мы начинаем. Всем привет, автомобилисты! Это канал Наканчаны Колеса. И сегодня в этом выпуске я хотел бы открыть новую рубрику у себя на канале, которую бы я назвал «Проверка рекламы». Мы будем проверять рекламные обещания, которые обещают нам производители различных устройств. Мне очень часто пишут «Проверь то или иное устройство», и я подумал, а почему бы нет? Тем более в нашей стране это очень актуально. И сегодня в нашем выпуске мы проверим специальные устройства, которые гарантированно экономят ваше топливо. Поехали! Идея для проверки данных устройств мне пришла давно, когда к нам в магазин приходили люди и спрашивали специальные устройства, специальные магнитики, которые экономят топливо. Я всегда скептически относился к подобным устройствам до того момента, пока обладатель подобных магнитов мне не посоветовал и сказал, что они реально экономят топливо. Я решил, что уж точно нужно заказать и проверить, реальность это или только рекламные вымыслы. Также я встречался с людьми, которые экономят свое топливо посредством специального устройства, которое вставляется в прикуриватель, и каким-то образом он экономит топливо. И вот это устройство мы сегодня тоже проверим. Заходим на сайт, который нам обещает продать магнитики, экономящие наше топливо. Здесь даже есть специальный калькулятор. Посчитайте, сколько вы будете экономить с данным устройством. Считали, у нас экономия выходит 544 рубля. Уже хорошо. Ну и далее нам рассказывается, как работает данное устройство. Оказывается, она выравнивает сгустки молекул, и поток идет равномерно, и лучше смешивается с кислородом. Отсюда и идет лучшее сгорание, экономия топлива, и мощность двигателя повышается. Далее у нас идут счастливые отзывы от обладателей, и кнопка заказать. Естественно, мы нажимаем на эту кнопку и заказываем данное устройство. Также на этом сайте можно заказать чудесное устройство, которое вставляется в прикуриватель и экономит наше топливо. Далее нам расскажется, как же работает это чудесное устройство. Оказывается, с помощью мощного конденсатора. Она накапливает энергию и отдает ее на искру. И чем больше искра, тем больше полнота сгорания. Соответственно, если полнота сгорания лучше, тем больше экономит топливо, и мощность двигателя повышается. Вот так вот. Далее мне позвонил оператор и сообщил мне интересную информацию. Подскажите, пожалуйста, Владимир, для начала, какой объем двигателя автомобиля у вас? Объем двигателя у меня 1,6. Хорошо, с вашим объемом двигателя необходимо приобретать 1 комплект, в который входят 2 магнита. 2 магнита с учетом скидки и доставки будет 2980 рублей. Оказывается, чем больше мощность двигателя, тем больше нужно магнитов. На 3-х литровый нужно 2 комплекта, 4 магнита. Сумма с учетом доставки будет 4030 рублей. Когда я спросил про второе устройство, которое вставляется в прикуриватель, оператор даже ничего об этом не знал, потому что это просто оператор, у которого есть заученный текст, и она его просто мне зачитывает. У вас еще есть какое-то для экономии топлива еще какое-то устройство? Нет, никакого устройства у нас больше нет. А, нет, прикуривателя у нас нет. Фуэлшарк. Поняла, нет, нет. Подождите, я сейчас вам перезвоню, уточню информацию. Затем через некоторое время она мне перезвонила и сказала, что к заказу можно добавить второе устройство, которое вставляется в прикуриватель. И, в общем, я заказал эти два устройства. А, в прикуриватель, да, вот этот? Да, да. Фуэлшарк. Фуэлшарк, да. Ага, ага, отлично. Ну, давайте его тоже в этот же заказ включаем. Сумма нашего заказа составила 3480 рублей. Я все это получил через три дня на почте, и вот что мне пришло. Итак, вот эти два чудесных устройства, которые будут экономить нам топливо. На магните, когда же не написано никакого названия, просто написано Power Mac, то есть экономящее топливо. И здесь инструкция по установке, как его установить, то, что от 10 до 22% топлива нам будет экономить. Это магниты просто в пластиковом корпусе. Следующее устройство у нас вот такое. Так, здесь даже есть инструкция. Ничего на русском языке, все на английском. Вот такая у нас штука. Здесь видно, вот светодиодная лампочка стоит. И все, больше здесь ничего нет. В общем, вот эти два устройства мы будем проверять на автомобиле. Итак, мы приехали опять на тот же стадион, и будем проверять замеры расхода топлива. Подключили наш выносной топливный модуль. Теперь вот сюда мы будем заливать наш контрольный литр, и будем замерять, сколько же сожжет бензина через пять кругов по этому стадиону. Такой тест мы делали в одном из предыдущих выпусков про замеры расхода топлива и мощность двигателя на разном топливе. Вы можете посмотреть на канале. Мы помним, что на 95-м бензине у нас результаты показали лучше всех, поэтому сейчас мы будем проверять именно на 95-м бензине. Так, сейчас заливаем просто, чтобы прокачать систему. Сейчас прокачиваем. Пока не пойдет через обратку. Ну-ка. Вот, все, пошло через обратку. Все, система прокачана. Сливаем все остатки стопливного модуля, чтобы теперь сюда залить литр испытуемого топлива. Теперь сейчас этот литр мы заливаем наш стопливный модуль. Так, и поехали. Секундный номер запущен. Поехали. Пять кругов делаем. Итак, мы подъезжаем к нашему контрольному месту. Пятый круг. Вот он здесь. И 4,10. Итак, проверяем, сколько у нас сейчас осталось топлива. Так, что показывает, значит, на 750, да, как и в тот раз у нас показало. Тестовый прогон у нас показал 850. Так, первым делом будем устанавливать вот эти вот наши магнетики. Мы нашли уже место, куда будем устанавливать. То есть вот она топливная линия, которая идет прямо к двигателю. Вот получается, один магнитик мы установим сюда, другой сюда. И закрепим вот этими вот хомутами. Поехали. Так, один у нас установлен. Надо отнестись к этому процессу с полной серьезностью. Проверяем, все ли у нас по инструкции. Двигатель где? Двигатель здесь. Двигатель вот. Так, топливная линия где? Топливная линия вот. Установились, строго по инструкции. Так, заливаем контрольный литр. Сейчас, по идее, должна будет съесть на 20% меньше. Это мы посмотрим. Есть. Поехали. Так, а пока он ездит, мы замеряем время. Те же самые 850, где экономят 20%. То есть сожгло столько же топлива, сколько и без этих магнитов. Итак, сейчас хозяин машины становится счастливым владателем чудо-устройства, которое сейчас будет экономить топливо. Так, посмотрим, что там. Только он вылазит почему-то, не хочет. Он не хочет там сидеть. То есть он еще не в каждую машину войдет, ты понимаешь? Так, так, все работает. Чик. Все, заработало. Так, смотри, мне самое интересное, что. Ты видел, что? Все, можно продолжать ехать. Можно продолжать ехать, она будет, да. Она будет работать. Есть. Погнали. Слушай, ну сейчас должно топливо сэкономить там процентов 40, там реально, там прям вообще. Должно 50 миллилитров съесть за 5 рогов. Я предполагаю, что сейчас результат покажет не из бака, а в бак. То есть она покажет где-то сейчас больше литра, наверное, там нам результат. Ну, посмотрим. Чик. Так. Дим, ну ты сейчас быстрее ехал, потому что у тебя магнитики установлены? Точно, потому что магнитики у него установлены. И вот эта хрень, как ее назвать даже, хрень в прикуриватель. Смотри, все горит, все проверяем, все горит, все отлично. Так. Берем нашу емкость, берем нашу мерное ведерочко. Оп, что я говорил, а? Экономия налицо. Все же самое. Все, поехали домой делать из этого выводы. Как вы уже помнили, данное устройство не снижает расход топлива. И не более не повышает мощность двигателя. Да чему там повышать? В устройство с магнитами, внутри обычные магниты. Даже, по-моему, не неодимовые, а просто обычные. А в устройстве в прикуриватель, там ничего нет. Там какой-то конденсатор и просто обычная светодиодная лампочка. И все, больше ничего нет. За счет этого никак не может быть прибавка мощности. Да, более того, данное устройство легко можно заказать с Китая с сайта Алиэкспресс. И там они стоят не 2 700, а цена у них намного дешевле. 168 рублей, 160 рублей. Я нашел самые дешевые, они стоили 33 рубля за пару. Там в ней установлены точно такие же магниты. Вот есть магниты немножечко другой формы, с другим корпусом, но этот корпус покруче. И цена у них, конечно, уже 500 рублей за комплект. Но эти хотя бы выглядят как-то прикольнее. А эти просто дешевая китайская пластмасса. Ну вот здесь есть тоже за 64 рубля. Посмотрим описание. И что же мы видим? Наша знакомая упаковочка. Именно тот, который мы прислали. И называется он не Fuel Free, а X-Power. Выходит, эти магниты стоят всего лишь 64 рубля за пару. Но никак не 2 500, не 3 000. Также здесь на Алиэкспресс можно найти нашу вставку в прикуриватель. С конденсатором, со светодиодиком, все как положено. И цена у него 120 рублей. 41 рубль. Цена 41, но никак не 500 рублей с учетом доставки. И даже если сравнить эти магниты и вставку в прикуриватель по максимальной цене, то все равно в любом случае получается рублей 200. Но никак не 3400 рублей. Даже вместе с доставкой. Вот так, друзья, нас разводят красивыми легендами. Никогда не ведитесь на такое. Единственное, для чего нужна эта штука, это в качестве магнитиков для холодильника. Чтобы прикрепить что-то. Вот и вся их функция. Но больше всего мне понравился вот этот комментарий к устройству в прикуривателе. Так вот, я хочу ответить на данный комментарий. Алла, куда бы вы не засунули данное устройство, результат от этого не поменяется. Знаете, друзья, у нас вроде взрослые люди, но до сих пор верят в сказки, как дети. Так что, друзья, не ведитесь на подобные чудесные устройства. Пишите в комментариях, чтобы вы еще хотели увидеть на канале, какие устройства нужно протестировать. А я, в свою очередь, закупился еще несколькими такими подобными интересными устройствами, которые вы увидите в следующем выпуске. Поэтому не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк под этим видео. Увидимся с вами в следующих выпусках. Будьте добрее на дорогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok